И всем привет, ребят, с вами с Рокинс, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новую ДМ-очку, которая у нас стартовала к второму, получается, уже ивентовому выходному. Почему? Эта ДМ-ка приурочена, понятное дело, к Новому году, посмотрим, насколько она интересно смотрится, ну и насколько там будет жесткий фарм в ней, насколько часто падают голды, насколько большое количество кристаллов можно заработать, ну и на чем лучше играть в этой замечательной ДМ-очке. Давайте мы сегодня вместе с вами попробуем реализовать какое-то новое вооружение по мете, давайте возьмем, наверное, таки Твинса с паладином, это то вооружение, которое уже вчера себя очень-очень неплохо зарекомендовало, ну и по резистам я думаю, что возьмем как для дефолтной ДМ-ки, которая должна быть с актуальными вооружениями, это Смака, ой, Смака, говорю, это Гром, это Молот, ну и та пушка, которая после вчерашнего обновления, на мой взгляд, стала суперсильной, это пушка Твинс, вот такую комбинацию возьмем, паладина Твинса с Гиперионом, ну и отправимся в ДМ-очку, смотреть, что же там у нас происходит, ну а если вам нравится подобного рода видосы с обзорами праздничных режимов, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Постараемся выжать максимум, постараемся занять первое место, надеюсь, что нас закинет в новый бой, ну и попробуем еще и половить голды, я уже заходил, посмотрел, что у нас здесь вообще с ДМ-очкой, оп, Вася тушит, на чем Вася тушит? Вася на вакуум-очки дает, ну, значит, старая мета все равно актуальна, с вакуумными снарядами, Громчик неплохо набивает килочки. Что касаемо карты, насчет Фореста ремастер, я скажу, что, наверное, та карта, которая была предыдущие годы, года, мне нравилась намного больше, да, с елкой по центру и с, ну, какой-то такой дополнительной атмосферностью, но посмотрим, посмотрим, как проявит себя эта карта, посмотрим на шанс выпадения вообще голдов, да, и главное, чтобы у нас здесь, ну, вся движуха происходила, довольно интересно, это, да, будет очень-очень круто смотреть, но почему-то каток новых нет, каток новых нету, я уже перепикиваю третий бой, и меня в новый бой ДМ-ки не закидывает от слова совсем, это, конечно, плохо, значит, особо много игроков в эту ДМ-ку не играют, хотя, наверное, к Новому году надо было бы ДМ-очку развивать и играть в ней, ладно, закидывает нас в катку, где 10 минут до конца, давайте, я думаю, останемся мы вместе с вами в этом бою, так, сейчас я проверю, все ли у нас там идет, да, все четко, на фулл-экранчик переходим, так, ну и пробуем, пробуем реализовать свою топовую комбинацию, здесь у нас по количеству игроков вроде как 16 на карте, ну и посмотрим вообще, как тут голды падают, насколько легко или нелегко их ловить, ну и посмотрим, как себя вообще твинс здесь покажет в рамках этой ДМ-ки, я вижу, что здесь уже ребятки на изидах играют, на теслах играют, но в моем понимании вот этот вот замечательный твинс должен себя показывать явно лучше, с точки зрения фарма и ловли голдов, я думаю, что здесь можно очень-очень неплохо зарабатывать, но для того, чтобы неплохо зарабатывать, нужно занимать лидирующие позиции, так, твинсы тоже у нас здесь присутствуют и тесел много, вот насчет тесел я как-то недооценил, наверное, немножко теслу, на дико страйке, о, на дико теслочке играет игрок, который занимает первую строчку в этой катке, я думаю, что можно по идее попробовать его обогнать, такое ощущение, как будто критов стало меньше на твинсе, вчера как будто криты намного чаще вылетали, а нет, вроде все нормально, вроде все нормально, голдов падает много, это очень хорошо, чем больше голдов, тем больше здесь можно зафармить, единственное, что мне не нравится, это то, что точка голда выглядит очень-очень однотипно с картами зимними, да, то есть очень тяжело найти эту снежинку на такой карте, я уже, когда были у нас снежки, очень сильно с этого горел, ну а сейчас у нас еще одна такая же зимняя карта, и это точка со снежинкой, как по мне, но она вообще не выделяется, ее очень сложно найти так, но что касаемо твинса, твинс хорошо себя показывает, я вам скажу, мол, с молотами я угадал, с твинсами я угадал, единственное, с чем я не угадал, это то, что здесь особо сильно громов нету, но у нас уже 13 килов, неплохо, неплохо, я кирпичик на клавиатурочку положил и начал развальчик тут творить пробуем, 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 пробуем что-то еще добавить, но этот твинс мне прямо очень сильно нравится с точки зрения новой меты я думаю, что в нем вообще есть большой потенциал и самое главное, надеюсь, что его не занерфят, либо если уж и занерфят, то занерфят не быстро да, то есть в нем есть реальный интерес, я как игрок, который раньше любил эту пушку, вам скажу, что сейчас этот твинс смотрится очень и очень симпатично, так, ну и вообще, когда мы сажаем типа на статус эффектик, то довольно быстро мы его дальше уже добираем за счет того, что у него расходка спадает, он плюс подстанивается и уже даже аптечку не успевает реализовать так, хорек что-то тут выкручивает, но мне статус эффектик тоже залетает 17 килов, при том, что я заходил, у первого была двадцатка, то есть, грубо говоря, на десятку я уже сократил отрывчик плюс у меня появляется овердрайв, сразу с респа, я думаю, что можно его здесь прожать насчет нулевого урона небольшой у нас есть он по таймингу так, ну и пробуем, пробуем пилочки выжимать на максимум, у нас 6 минут до конца боя, наша задача забрать здесь первое место в этом бою, надеюсь, что у нас получится это дело реализовать так, еще один плюс килл, хорек очень так аккуратно пытается сейвиться, чтобы я его здесь не сливал но в любом случае мне хотелось бы его бы здесь, конечно же, разбирать голдов валит просто нереально большое количество, если бы я играл бы на голды я думаю, что здесь можно было бы очень неплохо с них подфармить очень приятно, когда на этом твинсе первым практически выстрелом вылетает сразу крит и ты просто станешь типа и сразу его добиваешь, но не всегда, конечно, эта темка вылетает так, изида, овердрайвем, 26 киллов, 35 у первого, неплохо идем, очень неплохо идем по УПшке тоже у нас все выглядит очень солидно, в теории, наверное, здесь в этой ДМке спокойно можно по 100 киллов давать, даже на таком вооружении, мне кажется, что можно сотку давать просто я тут подпикнулся, это получается грубо за 10 минут до конца то есть, ну, грубо посмотрим, сколько у нас вообще получится киллов из этого посчитаем, что у нас может получиться так, твинс, наверное, хотел бы, чтобы я его не бил но я здесь на такой комбинации не согласен с кем-то союзить поэтому будем, если что, всех выпушивать и выдамаживать играют ребята на громах на новых устройствах но я думаю, что вакуумка бы здесь в этом режиме себя бы показала бы точно лучше как Васянчик разыгрывал я думаю, что это довольно неплохой выбор ну и главное, чтобы здесь особо большого количества паладинов не было если вы играете на твинсе чтобы они не прожимали статус ой, статус эффект, я говорю, прожимали овердрайва и вас просто не контрили так, пробуем, пробуем, пробуем хорошо три клиточка залетела по противнику а по мне только один когда так происходит, это очень и очень неплохо так, пробуем забрать еще молодого отлично, на статус эффектик посадили, забираем быстро добавляем по еще одному бойцу бомбочка отлично, плюс два килочка блин, но бомба стоит на подъеме меня все равно забирает три стрекила неплохо, неплохо очень неплохо начинаем мы вместе с вами эту реализацию на катке на этой катке так, ну и пробуем еще здесь залепилову сделать по теслочке но меня набревают 33 килла уже успел я где-то сомничтожиться наверное где-то на домашку когда давал но десятку отрыва первое место пока что сохраняет хоть и у нас вообще по киллам ситуация-то неплохо залетает если честно в принципе неплохая разыгровочка получается на этом твинсе ну и я рад что мета хотя бы хоть как-то у нас начала наконец-таки меняться в игре а то когда у нас одни и те же вооружения стояли на протяжении долгого периода времени и ничего абсолютно в этом плане не менялось то уже хотелось хотелось чего-то нового да и вот такие изменения думаю что это только и только в плюс понятное дело что многие начинают гореть с этого твинса говорить что он супер-супер жесткий супер-бесячий но я бы не сказал что он супер жесткий да больше он бесячий чем жесткий но когда-то должно что-то же меняться в этом плане чтобы был какой-то больший интерес к вооружениям ну и главное чтобы против этого твинса главное просто понимать как грамотнее отыгрывать как не подставляться под эти топа можно в принципе разыгрывать и на рикошете этого твинса и на грамме можно разыгрывать от этого этого твинса главное с правильным подходом и тогда все будет намного намного проще так голд у нас здесь падает можно попробовать этого голда тоже немножко киллов накидать понял накидал накидал я киллов и нет еще твинс самое печальное когда вы играете твинс против твинса это когда вражеский твинс вам дает первую первую становую оглушку и вы просто сажа ну садитесь именно на жопу и уже отсюда встать твинс против твинса ну к сожалению легко не может да и здесь уже конечно что первый крит залепит тот и уже на коне будет ой е-мое даже тесла меня здесь переигрывает с пульсаром хотя если честно я бы сказал что как раз таки твинс смотрится интересней чем тесла на пульсар чик я уже вчера этот момент обговаривал и сравнивал но пока что по катке у нас тесла занимает первую строчку остается минута у нас до конца успели я реализовать еще одну оверку плюс еще один килл ой сосуличка залетает неприятная почти 50 киллов у нас практически 50 киллов за 9 минут боя ну да где-то около 80 киллов наверное на этом твинсе в легкую при том в легкую да то есть здесь нет никакого ультрапота ты никак ты супер сильно не стараешься просто чисто на чили на расслабончике на накидочку отыгрываешь и твою комбинацию реализуешь так 37 секунд до конца пробуем 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 еще в киллы выйти десятка уже есть но тесла тоже твои киллы реализовал хоть и изначально у него там отрывчик был явно больше на второе место сумели выйти в этом бою неплохо неплохо пойдете пойдете единственное что мне надоело на твинсе это вот этот вот бластер да на котором играет сейчас например противник мне этот звук прям очень сильно надоел и я решил этот бластер снять чтобы он так сильно по ушам не бил ну и конечно надо следить чтобы еще не сумочтожаться как я сейчас сумочтожился тогда можно вообще все это дело круто реализовывать по итогу получаем 6000 за 10 минут наверное не так плохо в среднем я думаю что здесь по десятке закатку выжимать можно плюс если ловить голды то может получиться очень неплохая формилочка в рамках такой дм конечно я бы хотел бы видеть немножко другую карту да не форест ремастер но я думаю что именно на эту карту сделали разработчики в связи с тем что эта карта вышла в этом году да и решили сделать какие-то изменения в этом плане но мне та карта которая была предыдущие пару лет мне она казалась более такой атмосферной и она мне была более симпатична да ну ладно в принципе какая есть такая есть поэтому играйте фармить точно в этой дм можно выбор вооружений очень очень широкий здесь можно играть как на новых устройствах да по типу там смоки твинса которого я сейчас попробовал реализовать что на старых по типу грома вакуумки молота с адаптивной перезарядкой рикошета с гелиусом все это можно реализовать все так же эффективно в этой дм ну и фармить дополнительные кристаллы с поимки золотых ящиков пишите что вы думаете по поводу этого дм режима напишите будет очень интересно почитать понравилась ли вам вообще эта дм поддерживайте обязательно данный видос лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики ну и конечно не забывайте про мой личный тег создателя контента который находится в настройках игры в аккаунтике мой личный тег это тег тмп устанавливайте его поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч танкоинов вся информация по розыгрышу есть в описании и у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока